Продолжение следует... ...дзюдо воеводины и Миролюб Ничич. И мы сейчас узнаем о том, как развивалось дзюдо в этом регионе, какие перспективы развития и вообще еще, может быть, что-то интересное услышим о дзюдо в этом регионе. То есть, успешно, что мы садимся с целью историю дзюдо воеводины и мы с вами успеваем. Продолжение следует... Продолжение следует... И добродолжение в нашу скромную землю и какое скромное в дзюдо результаты имя. Но добро. Вначале добро пожаловать, добрый день. Поехали. Да, за кадром у нас голос Кирилл Акимов, он переводит. Спасибо, Кирилл. Не за что. Миролюб... Только короче будут куски, чтобы я успел переводить, чтобы небольшие были. Хорошо. Краще, чем на самом деле. Краще давние направления. Хорошо, да. Миролюб, ну первый вопрос... Пропытание. История дзюдо региона воеводина. История дзюдо... Джудо в воеводине е дошел 1962 године и до него е свертозар Михайлович Дража. Дзюдо началось в воеводине 1962 году и его начал Михайлович Дража. Он и касно был и наш совестный тренер и направил его уедно и највеће резултате трофейне. Направил его олимпийскую медалю, европске, шампионе, светске медали и так далее. Он сделал очень много медалей сербских. Он был главным тренером сборной воеводины и в Сербии. Потом он сделал олимпийскую медаль. И много европейских медалей. Яко е запутно заслужен за развой дзюдоа по воеводине. Човек, кој обилазијо, отварил многих клубове, обилазијо и демонстрировал дзюдо со своими ученицами по целой воеводине. Он со своими учениками ездил очень много по воеводине, собирал спортсменов, пропагандировал дзюдо в этом регионе. Интересно, он направил Славка Абадова, олимпийская медаля из Монреала. Некадашни првак Европе, двадесет пута првак с ФРА. Значит, он натренировал Славку Абадова, известного. Это медаль олимпийская в Монреале. А он и был европейский чемпион. Был двадцать один раз чемпион страны. Сафареја. Сафареја, да. Югославија. Значит, тогда ещё была Югославија. И до краја своје живота је био в дзюдоу и в кимоно. До конца своје жизни был в дзюдо и в кимоно. Значит, генерално он је найзаслужнији човек за разве дзюдоа у овом делу Югославија. Он, значит, по заслугам, внес самый большой вклад в развитие дзюдо воеводине как воеводине и дагусь јеш. Нарадо да после него, с његовим одласком су његови ученици наставили његов рад. Значит, његови... Когда он ушел из тренажного процесса, все его ученики продолжили развивать дзюдо? Здесь. Сада смо дошли у ситуацију да, во, рецемо, зањих 5-6 година ми имамо прваке Европе, кадетске, юниорске, имамо светске медалје. Ёдино, што нам фалијо, имамо и сениорске шампионе Европе и светске шампионе и тако далје. Ёдино, што нам фалијо, што је олимпијска медалја. Да. Сейчас, на сегодняшний момент, есть очень много перспективных борцов, значит, в кадетске, в кадетске категории, в юниорске, в синьорске. Есть очень много медалје скупков. Единственное, и чемпионатов Европы, и чемпионатов мира. Единственное, што пока сегодня не хватает, это олимпийская медалја. Распадом Югославије дошло је у поединим републикама до наглог ширења джудо спорта, например, Словенија, само Косово, Хрватска, Босна и тако далје. Ми морамо издвојити Фабијана и Словеније, која има преко 150 светских, европских и олимпијских отличија. После распада Югославије джудо начало концентрироваться в каждой из балканјских стран. Как в Словении, Сербии, Хорватии, Босније. Отдельно из них можем выделить Марина Фабијана. Это тренер из Словенији. У него 150 медалј из чемпионатов Европы и мира. Плюс у него 5 олимпијских медалј. Развој джудој е изузетно повезан с економским ситуацијом државе. И то е основни проблем у Србији. Значи, ми и смо били у економској кризи, и снаразили, и смо сакако знали и умери. Значи, то е повезано с нашим напредованијам. Развитие джудој в Сербии очень связано с економической ситуациј в стране. Серби пережили очень большой кризис, но они проявляли смекалку, рвение, и все равно смели как-то это нивелировать. Наш председник джудо савица Србије Иван Тодоров, то е наш амбасадор у Маѓарској. И он се стварно несебићно труди да прибави финансовске средства како би испратио све ове джудо резултата. Президент Федерации Сербии Иван Тодоров, он плотно связан с интернациональной федерациј джудо. С международной, да? С международной, да. Где... что он рады? Он е председник джудо савица Србије у Маѓарској амбасадор. Да, он амбасадор в Венгрије тоже. Да, джудо савица Србије и джудо савица Србије има велике планове. И наш генерални цилј је да једног дана джудо убацимо у школе као изборни предмет. Значит, цель как союза воеводина, так и союза Сербии джудо в ближайшее время, то есть внести джудо как выборный предмет в школах. Да, и внести и встроити в образовательную программу, да, так, чтобы он был на уровне школьного образования. Это программа образовательная, которая была начата Европейским Союзом джудо. То есть программа, која покрена европская фирма. Да, джудо в школе. Мы можемо речи да... Программа называется джудо в школе. Мој пријатый, Брадич из Крвацка, я вечу преко 300 основных школ оставил джудо как изборный предмет. Да, мой друг Брадич из Хорватии, он внес уже... То есть в Хорватии он уже внес более 300 школ джудо как выборный предмет. Вот по этому поводу тоже хочется немножко пошире. По том пито не можем мало шире. Да. Эта программа, она уже начала работать в регионе Воеводина? Программа хрена да ради у Воеводина. По кренутое. По кренутое, али то иде мало споро за бок финансовских разлога. Программа начата, но медленно пока продвигается из-за финансовых причин. Чудо совец Воеводина има сада тренутно около 50 клубов регистрованных. Значи, в Федерации Воеводине пока что на сегодняшний момент зарегистрировано на 50 клубов. И в последнее время се приметило очень большое влияние поединца, влияние финанских средств поединенных людей в джудо. Значи, люди су вложили велике новце у отваряне своих джудо-сала, куповали свои струньяче, организовали приватно свои ради и так далее. Значи, очень много было отдельных личностей, которые своими личными средствами вносили в развитие джудо. Они на свои деньги открывали клубы, развивали соревновательный, так и тренировочный процесс, закупали оборудование, маты, татами, аренда залов и так далее. Наш председник джудо-савица Србии, Иван Тодоров, я ове годины отворил први джудо-центр у Београду. Он же величине около 1000 квадрата. И имамо сада намеру и одобрение да отворим уже два джудо-центра, так и один, но саду единому нише. Президент Федерации Сербии, Иван Тодоров, в этом году они начали строить центр джудо национальный, в Белграде, да, и на все это они еще получили одобрение на постройку еще двух больших объектов, да, как центр джудо, значит, на территории здесь около Новосада и Ниши. Эти центры, они финансируются из бюджета Сербии или из Европейский союз, Международной Федерации? Наш председник државе, господин Вучић, е обећао да ће финансирати изградњу тих центара. Президент Сербии, Владимир Вучић, он пообићао финансироване, да, како-то, этих мест. А финансиране самих центара, када је будемо завршили, нешто ће бити из бюджета, нешто ће бити... Направићамо така центар да сам себе финансират, децимо, са великом теретаном, са бутицима спорске опреме, са собама, кои ќе 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 ёгощават и наши госты за збокампова и тако дако. Планируется, что центр будет финансироваться раздельно как и от страны, так и от государства, так и своих личных средств. То есть планируется, чтобы он был самоокупаем, да, от разных спортивных центров, да, которые будут в нём ещё, да, как какие-то большие фибрзалы там и так далее, то есть какие-то бутики, то есть немного коммерции. и разные, как это сказать, смештайти бити, я вам скажу. То есть отель, да, в котором будут поселяться дюдаисты, да, для сборов всяких собраний и так далее. Хотел бы узнать, как сейчас в количественном масштабе воеводения, то есть имеется в виду дети, кадеты, юниоры, взрослые, может быть ветераны. Да, да. А кое стане сада, от прилики, поличинско, у дюдосавису ви водите? Да, значит, в общем, две-три тысячи спортсменов. Да, что в сравнении с большими дюдосилами, допустим, как Россия там, да, это маленькие цифры. То есть светские дюдосилы, не знаю, не важно, япон, французская, Руција. Это миролу и дюдосилы. Да, значит, ми не можем, ми смо мала, скромна земља с скромним финансовским средствима. Скромна страна и скромни финансови шриства здесь. И колико можемо, све је то прилагодђено фанатизму поединца и покушавамо, это, с помощью нашей председника Ивана Тодорова, да направимо некий систем, који ће в будущности функционисати, значит, трудимо се до овој данашньо деци је оставимо што чистију ситуацију и што болју за стварање едног дана великих шампиона. То есть вся система, по сути, подчинена фанатизму некоторых личностей, да, которые хотят заниматься дюдо, пропагандируют его детям и так далее. Но при большой поддержке президента Федерацији Сербии Ивана Тодорова, што је было на краје? Па ништа, трудимо се да оставимо нашу подмладку, нашу децју, што чистију ситуацију са што вечим амбицијам, а да они настаје наш роди да правят садские резултаты. Пытаемся оставить нашим наследникам как можно более чистују ситуацију дзюдо, чтобы они могли как можно легче дальше је продвигать. Какие-то крупные мероприятия в области образования дзюдо, в области соревнований дзюдо, в области тренировочных лагерей в настоящее время проводятся в вашем регионе? Неки крупни, неки проекти, неки дешавања се проводе внутренју региона? Па, сем класичних дешавања, то су еврокупови, еврокампови, немамо ништа крупније. Опет кажем, напомињем, јако смо повезани, ограничени са финансијским средствима и просто је немогуће да правимо нешто крупније. Ето, оно што је најкрупније, то је изградња тих спортских центара, де ће, рецимо, у том центру Новом Саду тренирати 15-20 клубова. Кад то будемо урадили, можемо да размишљамо о неком већем напредку, које ће сви такмићари бити на едно месту, већа конкуренција, болји тренинци, јачи напредак и тако далје, и простор за гостување са тим собама. Ми ћемо сигурно доћи у ситуацију да позовемо руске джудисте да нам дођу у госте, да имају свој смештаје овде у сали, разумеш да имају своје обезбедђене и да тренирамо зајемо. Да, значит, пока что из таких крупных вещљ это только как евро-сборы и евро-пупки. И вот самое-самое, что сейчас большое происходит, это как раз таки постройка джудо-центров, по крайне мере одного сейчас в Белграде. И, значит, они надеются, да, что, но он еще раз напоминает, да, что из-за скромного бюджета, да, как людей, так и страны, да, в этом месте, то есть они пока что не могут, да, достаточно сильно конкурировать, да, на, скажем так, на мировой арене, да, но с появлением, они надеются, что с появлением центра джудо в Сербии они смогут обеспечить, да, определенные условия для намного, скажем так, большего развития из-за того, что будет куда пригласить, да, там, сборные команды, да, как они надеются, так же и Россию, как дружественную страну и всех остальных, так же стран, да, вот так. Хотел узнать вопрос, сейчас, ну, вообще джудо не только имеет направление спортивной деятельности среди здоровых людей, но также есть направление джудо среди слепых, среди глухонемых, среди людей с ограниченными возможностями. в регионе воеводины такая практика существует, есть ли такие направления? да, 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 да Я бы се надувезал, само би проширил овощи вопрос, у ствари, проширил би ответ на овощи вопрос. И оно, что я забыл сказать, а вы это сигурно знаете, что УНИЦЕФ проголосил джудо за самый лучший спорт для физических и моторичных характеристиков к детям. УНИЦЕФ предлагает от 7. до 13. и 14. годы как бадный спорт джудо, а потом мы увидим, что детям нужно остаться в джудо или показать какие-то характеристики к футболу, руку, атлетике и так далее. Он бы хотел немного расширить этот вопрос. Он бы хотел сказать, что УНИЦЕФ назначил Сербию еще как страну. который стал помогать в развитии спорта, не только спорта, а и здоровья, где они очень хорошо спонсируют детскоразвивающийся спорт, как превенцию и так далее. И... Доброе. А сад би се надовезло на питанье господина. Доброе. Доброе. Значит, во-первых, вот он скажет так, что вообще в мире, вообще в мире, от 12 до 20 процентов людей вообще, ну приблизительно обладают различными ограничениями, да. И если мы это проведем параллель, да, с Сербией, это означает, так как в Сербии живет 7 миллионов людей, это значит приблизительно 700 тысяч людей обладают разными ограничениями, патологиями, да, здоровыми проблемами. На простору бывшей Югославии, први су почели Словенци да раде инклюзивни джудо, они су одлазили у Холандију и у сарадњи со ньима су учили обхоћење према тим клиентима. На территории бывшей Югославии первые начали работать в этой сфере, значит, Словенци. Что же они радили? Они су одлазили у Холандију и радили семинаре, училися от Холандија како се раде джудо с тим особам, инклюзивними особам, значит, с особама с инвалидцетом и особама с ометеним у разбоју. Они организовали обучение из Голандији, то есть они ездили, было размен опытом, получили очень много опыта из Голандији, где уже все эти системы уже хорошо развиты, и, значит, попытались в своей стране это все спровести. Да. Ми смо одлазили у Словенију на семинаре инклюзивного джудоа, где смо учили от них, и с помощью них смо почели тај вид джудоа да применјујемо ју Србији. Ми за сада имамо три джудо клуба који се бава инклюзивним джудом, али немојте да заборавима да всякий клуб има по неко дете које е уметено у развоју, које е уключено у рад у, да кажем, у нормалним групама, али се посеће посеће посећна пађња и посећна начин тренинга. Србија, в своју очерјў, после этого ездила на обучение к словенцам, где они, получив этот опыт, организовали и на сегодняшний момент да я не существую, то есть три клуба, которые занимаются инклюзивным джудо, то есть адаптивным, которые работают по сей день, но не будем забывать, что и в обычных клубах существуют и дети, и взрослые с разными проблемами, ограничениями, которые тренируются просто в обычном клубе, ну и как бы понятных меньшинство, но они тоже считаются. Оно што је посећно интересантно, а то је да у яким европским земљама, како што је Холандија, своја дете кол запатите, 1 на 1. У Слоујнију иде пар на 1 тренера, а коганало азight – это темно декаго греш 최ео и sin mega скромнее. Да, значит, если мы сравним, да, как делать это в Голландии, в Голландии, допустим, у них на каждого, на каждого, да, ребёнка, есть человека, да, или человека, есть один, да, ответственный за него, как тренер, да, его, как бы, можно сказать, опекун. И в Словении, в Словении сегодня картина, что на одного ответственного, да, идёт два таких ученика, в Сербии, да, конечно, у нас условия не такие, то есть здесь всё попроще, то есть здесь они, ну, как бы, в группах там тренируются, помощники есть, но вот так вот, то есть не один на один группы. Спасибо большое за наше первое интервью, я надеюсь, что в следующем моём приезд мы ещё раз поговорим, более разорьём тему дзюдо. Хвала вам Пуно, хвала вам Пуно. Надамся, надамся, за овоё первое интервью, надамся до неё посадить, да, в следующем долазите, короче, долазите до нас посадить, чем идёшь, на что, да, напрямо. И в конце я хотел бы, чтобы вы пожелали что-то сербским дзюдоистам, дзюдоистам из Воеводины и вообще дзюдоистам со всего мира, какое-то пожелание, послание от вас, от вашего региона. И, за край, я хотел бы, чтобы вы пожелали србским дзюдоистам, как и срби, так и воеводинам, так и дзюдоистам целого света. Да, так вот. Пуно, я бы, первое, хотел бы захвали вас, и я надам, что следующий интервью будет в новом дзюдо центре. Хотел бы вначале поблагодарить нас и надеяться, что следующий интервью, который мы проведём, оно будет как раз таки в новом спортивном центре. А мы в Воеводине и в Србии желаем, мы прятаем события, например, в Руси, что касается дзюдоа, в Французской, в которой можно напомнить, что у Французской от 66 миллиона становников има около миллиона такмичара. Значит, мы в Сербии, имея сотрудничество с разными странами, в том числе и в России, хотел бы ещё напомнить, что плотный контакт с французским дзюдо, где на 66 миллионов людей во Франции, они имеют миллион именно соревновательных спортсменов, не просто занимающихся, а выступающих на соревнованиях. А мы желаем в Србии, чтобы иметь что-то больше спортистов, что-то больше дзюдоа, бар как в базном спорт, потому что борьба со струньячами, которые у деца стичут, упорность и страинность, которые красят шампионесы, один день нам преносит на живот, и это будет преносить один день на бизнес, на науку, на политику, на корректные дзюдоисти и так далее. А он бы хотел пожелать, чтобы число сербских дзюдоистов росло, потому что дзюдо как базовый спорт, развивающий сильные качества в людях, которые переносятся статами уже потом в жизнь, в бизнес, в науку, в дело жизни и так далее, поэтому это очень важно. И, наконец, в конце концов, президент России тоже хорошим дзюдоистом. Значит, дзюдоисты – это большие люди. Спасибо большое, и я тоже хочу пожелать дзюдоистам региона Воеводина и всей Сербии успехов, и чтобы они не останавливались в своем развитии дзюдо использовали для всеобщего блага. Спасибо. 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 Спасибо.